Приветствую вас. Как мне кажется, проблем здесь несколько у вас. С одной стороны, вас сравнивают с другими людьми и как будто бы принижают, тем самым делая вам больно. И здесь необходимо психотерапия, например, повышение уверенности в себе, контакта с собой и исследование своей реакции на это. Потому что, да, с одной стороны, вам больно, с одной стороны, вам обидно, вы плачете. Но, с другой стороны, в этом есть также и что-то, с чем вы соприказаетесь, когда эта ситуация наступает. Когда эта ситуация возникает. Но, что то, что вы себе же оприцаете, ну или привыкли оприцать, скажем так. Вот. Поэтому, тут вот такой момент, да. С одной стороны, вам больно, мне кажется, вам нужно прожить эту боль, которую у вас много. Судя по тому, что я вижу, судя по тому, что чувствуется достаточно, достаточно ощутимо. Вот. А с другой стороны, научиться в эти моменты, в такие моменты слышать именно себя. То, что вас откликается в этот момент, помимо привычных обид и так далее. Вот. Следующее, это, как мне кажется, какое-то количество подавленной агрессии, подавленной злости у вас есть. Не в том смысле, что вы агрессивны, а в том смысле, что, вероятно, вы позволяете людям нарушать ваши личные границы. Поэтому, с этим тоже нужно поработать на это, тоже нужно обратить внимание. Как мне, как мне кажется. Дальше. Мне кажется, что отсутствие взаимопонимания, как будто бы с вашим парнем, например, говорит о некоторой, может быть, проблеме с искренностью в отношениях. Да? Потому что, ну, если у вас с парнем открыто искреннее отношение, мне кажется, он никогда бы не предложил вам того, что вам откровенно не нравится. То, что он это сделал свидетельствует о том, что, вероятно, человек не так хорошо вас знает. То, что он это сделал, вероятно свидетельствует о том, что у него нет, ну, какого-то вот понимания, да, что для вас ценно, что для вас важно, чем вы живёте, условно. Вот. И, соответственно, вам кажется, что вас не верят. Вот. Вот. Но мне думается, что данное чувство вполне может быть следствием того, что в отношениях с людьми вы не очень прислушиваетесь к себе. Вот. Вероятно, делая что-то через силу или ожидая чего-то от людей, наоборот, вероятно, испытывая перед ними чувство вины. Например, перед своей мамой вы вполне можете чувствовать вину. Просто потому, что не оправдали её надежд. Вот. Не оправдали её ожиданий. И просто потому, что она вам это предъявляет. Ну, я имею в виду, ваша мама. Да? Вот. Так что здесь тоже необходимо обратить на эти вещи внимание. Следующее, по поводу, по поводу поддержки вашими близкими. С одной стороны, поддержка, конечно, нужна. С другой стороны, вы как будто бы ждёте этой поддержки от того, кто дать вам её, очевидно, не может. И, с другой стороны, как будто бы вы, ну, может быть, чересчур или слишком не нуждается. То есть, как будто бы вы не уверены в себе. Как будто бы, эээ, когда вам говорят, что вот, эээ, там, кола из соседнего подъезда, там, миллионер и вообще умница, вы на это реагируете достаточно болезненно. Чувствуете себя плохой. Вообще, эээ, подобные вещи не может, не могут быть приятными. Это правда. Это правда. Но, эээ, есть, как мне кажется, и немножечко другая сторона. Это заключается в том, что вам бы нужно опираться на себя. То есть, научиться реагировать, ээ, своей ценностью на то, когда вас сравнивают. Вот. Сейчас вы реагируете только в вино и агрессии. Как мне, как мне кажется. Испытывать боль, это нормально. То, что вам, эээ, неприятно, это нормально. Это не может быть, не может быть приятным. Вот. Но, помимо этих реакций, может быть еще реакция своей ценности. Если вы ее чувствуете. Знаете? Вот. То есть, момент здесь какой. Я считаю, например, что вы большая молодец, что вы зарабатываете на своих работах. И, возможно, вам ее чистить, в принципе, не так обязательно. Если у вас все получается так. Только если вы хотите для своего развития это делать. И я, например, считаю, что вы молодец. Я считаю, что у вас все получится. Но, даже если вы, ээ, как бы, сможете подпитаться этой моей реакцией. Ситуация такова, что в другой раз ее может не быть. То есть, хорошо, когда рядом есть те, кто может поддержать. Но, что делать, когда этих людей нет. Когда они не понимают то, что вы делаете. Здесь важно опираться на себя. Для этого необходимо слышать себя. И слышать определенную, скажем так, палитру ваших чувств. Вот. Сейчас у вас не палитра, а как будто вы, знаете, такой напряженный комок нервов. Вот. Это чувствуется. Да? Еще от малейшего прикосновения вы, условно говоря, взрываетесь. Я это ни в коем случае не говорю, что из позиции, чтобы вас обвинить. Нет. Я это говорю исключительно, что вам необходима помощь в том, чтобы, условно говоря, немножко расслабить этот комок. Потому что, ну, давайте будем честны, вам, скорее всего, так жить тяжело. Вот. И естественно, что к некоторым своим проявлениям, да, к некоторым своим проявлениям, к некоторым своим импульсам, к некоторым своим чувствам, вот, вы вполне можете быть глухи, потому что, ну, заглушают, их заглушают, вот, какие-то привычные истории, ну, более привычные истории, скажем так. Вот. И соответственно, соответственно, необходимо вашу чувствительность повысить. Вот. Да, у вас, судя по всему, есть обида на маму. Судя по всему, у вас есть обида на маму. Судя по всему, есть определенные соединенные мотивы заниматься тем, чем вы занимаетесь. То есть я имею в виду, что как бы вот не слишком много вами было, как бы не слишком много вы вкладывали в свою работу, вот, в свое творчество. То есть я могу ошибаться, но сейчас это выглядит так, как будто для вас это способ, способ доказать, что вы не хуже. Вот. Вы не хуже. Просто вам нужно, как мне кажется, почистить это, почистить, что вы не хуже. Вот. Вот. За это вам нужно, скорее всего, помощь, потому что атмосфера у вас не совсем благоприятна. Так, понял, живете вы с мамой и, соответственно, как бы вот выглядит все таким образом, что вы пытаетесь на кого-то опереться, а вдруг вас все отталкивают. Вот. И здесь мне бы хотелось, конечно, поднять тему личной ответственности, да. То есть поддержка, как правило, нужна в тех случаях, когда человек к себе достаточно высокий. предъявляет требования. Вот. То есть когда эти требования, ну, не совсем корректны. То есть когда требуют слишком много отсюда. Вот. Соответственно, вам, на мой взгляд, надо бы, надо бы на это обратить свое внимание. Вот. Вот. То есть вам надо бы как раз, может быть, поуменьшить несколько свои требования к себе, чтобы вам было бы просто проще. Вот. Вот. Вот такой ответ. Поэтому все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Вот. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, на вашу обратную связь по моему ответу. Ответу это позволит вам начать работу над собой, если вы в этом заинтересованы. Субтитры сделал DimaTorzok Я снял просил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok